Дорогие друзья, всем привет! Я рада приветствовать вас на моей кухне. Новогоднее печенье. Оно может быть совершенно разное. Разное тесто, разные начинки. Но сегодня у нас очень интересное. Так, давайте начнем замес теста. Здесь у меня 150 грамм белой муки, 2 грамма соли, 5 грамм сахара и 75 грамм сливочного масла. Все холодное. Масло даже ледяное. Сейчас я вам покажу, как не замарать руки, замесить тесто за 2 минуты. Включаем блендер. Посмотрите. Добавляем 3 ложки. Видите, у меня еще лед. Вот. 3 столовые ложки ледяной воды. Ровно 1 минута. 20 секунд мы с вами поздоровались. Ровно 1 минута и готово великолепное тесто. Берем пленку и заворачиваем наше тесто минимум на час. Выносим в холодильник в прохладное место. Собираем его в комок. Сильно не месим, чтобы оно не нагрелось. Просто собираем тесто в комок. И формируем. Руки чистые. Тесто готово. Все. Мы его сформировали. И выносим в прохладное место. Так. Ну, как всегда, у меня все не так просто. У меня есть уже готовое. Вы же знаете способ, чтобы тесто не прилипало к столу, к рукам. Берем 2 листа пергамента. Выкладываем наше тесто на пергамент. И раскатываем при помощи 2 листов. Если тесто хорошо отдохнуло и оно холодное, посмотрите, раскатывается великолепно. Так, я думаю, толщины хватит. Берем противень, застеленный пергаментной бумагой. И формочку той, которой вы хотите, какое у вас будет печенье. У меня сегодня это елочка. Новый год. И выкладываем. Так как печенье будет состоять из двух половинок, поэтому тесто не толстое. Выкладываем вот так. Узнаете почему. И еще делаем 3 штучки. Раз. Два. И три. Остальное тесто, если оно пока нам не надо. Но если у вас есть противень, можно и дальше раскатывать. Смотрите, без добавления муки мы его собираем. Вот так собираем. Заворачиваем. Выносим в холодильник. И через полчаса мы его можем опять раскатывать. Смотрите, что мы делаем дальше. На серединку нашего печенья мы выкладываем нутеллу. Нутеллу, наверное, любят все. Очень такое печенье хорошо делать с детками. Края смазываем яйцом или желтком. И сейчас самое интересное. Мы берем шпажку. Надо немножко, конечно, покороче. И выкладываем вот так. У нас сегодня будет печенье на палочке. Шпажки я заранее замочила в холодной воде, чтобы они не горели при выпечке. Вот так. Так, выкладываем. И сверху покрываем вторым печеньем. Теперь нам надо прижать, чтобы нутелла наша не вытекла. Можно сделать или так, или при помощи вилки. Поэтому, почему я говорила, близко ложить нельзя. Так как нам, видите, надо что сделать. Мы придавливаем и не даем нутелле вытечь. Так, смотрите. Сейчас можно смазать яйцом, но можно и не смазывать. Тогда будут не такие, они яркие. Духовка разогрета 170 градусов. Выпекаем 15-20 минут в зависимости от вашей духовки до золотистого цвета. Как вам идея? Жду ваши комментарии. Форму можете совершенно разную. Можно сделать шарики, как на елку. Шпажка, если есть, конечно, надо немножко покороче. Так, все. Придавили. Не задерживаю. И смазываю. В этот раз я смажу желтком. Немножко. Или яйцом. Все. Ставим в разогретую духовку 170 градусов 15-20 минут. Ну, вы увидите. До золотистого цвета. До готовности. И вот что у нас получается. Посмотрите на эту красоту. Видите, в прошлый раз я специально вам показала. Я палочки не замачивала в воде. Ну, она просто получается коричневого цвета такого. Как вам? Вы можете с детками дальше разукрасить глазурью. И будут просто новогодние елочки. Давайте попробуем, что внутри. Великолепное печенье. Внутри с нутеллой. Это очень вкусно. Просто. Не забывайте подписываться на мой канал. А мы с вами готовим такие замечательные рецепты. Всем пока!